2015 года основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, целью открытия ряда жизненно важных объектов, ознакомления с условиями жизни населения и участия на торжествах в честь празднования 21-го годовщины национального единства посетил города и районы Сахдийской области. Рабочая поездка лидера нации, уважаемого Эмумали Рахмона, началась с Анийского района. Теплая и искренняя встреча главы государства с жителями района, людьми различных профессий состоялась в живописном местечке Кончорч. Глава государства вначале ознакомился с выставкой достижений жителей этого горного района. На ней были выставлены трудовые плоды земли и другие достижения. Здесь главе государства были представлены инвестиционные проекты тажистской алюминиевой компании, такие как строительство предприятия по производству каусической соды и поливинил хлорида мощностью 50 тысяч тонн каусической соды и 50 тысяч тонн поливинил хлорида в Яванском районе, строительство предприятия по производству алюминия мощностью 100 тысяч тонн в городе Турсунзаде и предприятие по обогащению на почве рудника Казнок Анийского района. Также здесь состоялась демонстрация достижения государственного унитарного предприятия «Талко Кемикал» Иванского района, которое занимается производством гриолита, фторида, алюминия, коагулянта и серной кислоты. Затем лидер нации, уважаемый ему Мария Рахмон, ознакомился с будущей деятельностью закрытого акционерного общества «Талко Голд» посредством показанного специалистами видеоролика. Это крупное промышленное предприятие будет построено из-за новой эксплуатации на почве минералов рудника «Кончоч», состоящего из трех участков – Чурьбои, Кончоч и Шахкон. На этом руднике вычислены запасы пяти химических элементов, в том числе золото и сурьма, как основных, а также серебро, ртуть и флюорид, как дополнительных, и поставлены на баланс государственных запасов. Все упомянутые химические элементы добываются и перерабатываются в нашей стране, а золото, серебро и сурьма производятся как конечная продукция, то есть в виде металла. По данным Мировых средств массовой информации, 2-3 года назад Таджикистан по добыче сурьмы в мире занимал 4 место после Китая, России и Боливии. За последние годы объем добычи и переработки сурьмы возрос еще больше. По общим запасам сурьмы Таджикистан среди стран Азии и мира занимает одно из первых мест. Созначение в эксплуатацию этого предприятия Таджикистан по добыче и производству сурьмы может выйти на третье место в мире после Китайской Народной Республики и Российской Федерации и сделать еще один устойчивый шаг на пути к индустриализации страны. Общие запасы промышленной и непромышленной сурьмы составляют 265 тысяч тонн и золото 50 тонн. Эти показатели могут оказаться значительно выше в результате поисковых геологических работ, поэтому руководству предприятия, особенно китайской стороне, несущей ответственность за проектирование и ввоз технологий, необходимо, чтобы технологические линии были приспособлены не только для основных элементов, то есть золота и сурьмы, но также и для серебра, ртути и флюорита. После знакомства с проектом закрытого акционерного общества «Талка Голд» президент страны, уважаемый ему Мали Рахмон, заложил камень в фундамент строительства этого крупного промышленного предприятия. Было сообщено, что строительные работы в этой местности запланированы на год и шесть месяцев. На основе разработанного проекта предусмотрено производство на этом предприятии полутора тонн золота и 16 тонн сурьмы в начале 2020 года. По мере строительства этого крупного предприятия, поэтапно постоянными рабочими местами с хорошей заработной платой будут обеспечены от 1000 до 1500 граждан Таджикистана. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый ему Мали Рахмон в ходе беседы с ответственными лицами компании, поручил придавать первостепенное значение эффективной и рациональной добычи природных запасов этой местности. Глава государства отметил, что строительство такого крупного промышленного предприятия имеет большое значение для развития экономики страны, так как это будет сказываться на увеличении объема промышленной продукции. Наряду с этим со сдачей промышленных предприятий большое количество граждан страны будут обеспечены постоянными рабочими местами с хорошей заработной платой, что будет способствовать повышению благосостояния жителей.